Спасибо большое за приглашение из Биббанта на мероприятие. Я считаю, что диалог очень важен, потому что нам как раз очень не подойдет обратной связи. Надеюсь, что нам получится по результатам этих мероприятий. Банта на самом деле очень серьезно занимается вопросами экологии, прежде всего потому, что мы видим в этом не только какую-то социальную миссию, и пользу для общества, но мы видим в этом достаточно конкретную коммерческую деятельность. Это полезно сейчас очень важно для большинства наших экспортеров, для предприятий, которые занимаются производством внутри страны. В целом, все они выразили активную заинтересованность в том, чтобы вкладывать деньги в рисоты, в корректоры модернизировать свои основные полы, газа, масса, очистки, в том числе, конечно, эффект организационного регулирования и народного регулирования, которые вывозят, и не сомнен, в том числе в рамках коммерческой деятельности. К сожалению, я должен сказать, что поддержка со стороны государства финансовых и в большинстве, в честь субсидий и регулирования на сегодняшний день работает очень скранично. Если мы посмотрели на эти прецеденты, которые были в санкции Альпийс, например, по стране правительства СОС-41, то комиссия, которая должна была оценивать проекты, это постановление свободное собралось в нем. Несмотря на то, что мы помогали банкам, что около 20 крупнейших компаний, банки собрали какие-то документы, это углеводательные промышленности, которые можно получить. Помимо всего прочего, есть некоторые из стыков регулирования, то есть, она разобрана, как у сети много-другие, она не повторяться не будет. Это все совершенно понятно, что реформа делается, распознается с колес, в общем-то, вещи приходится делать достаточно быстро, и не точность, а не оправда. Более того, есть и хорошая сторона этого процесса. Большое спасибо вам, что производнадзор, потому что они все время собирают большие данные, правы, какого он у вас. Мы, как банк, очень много работы сделали, основываясь на открытых наборах данных, потому что, допустим, глядя на спектр выброса конкретного промышленного предприятия, он достаточно точно установит технологию, которую они используют, посмотреть на то, как вылип их мощности с точки зрения износа, и на этом основании могут разрабатывать какие-то конкретные продукты, цельные финансовые, которые предприятия смогут использоваться в этом месте. С этой точки зрения я хотел подчеркнуть основную проблему, с которой мы столкнулись, и проблему доступным датам. Сейчас банк, на самом деле, обережающим темпом разрабатывает инструменты, у нас есть экспертиза, это цифровое паниторинг, то есть он самая паниторинг для тех зеленых продуктов, которые мы смотрим, как меняется рубль, свои предприятия, то есть как меняется обстановка, связанная с загрязнением атмосферы, а вот это все свои миссии. У нас банк утвержден, как общество продают зеленые кредиты, которые очень ждут изменения над самым консенсивным первым восстановлением, с точки зрения того, чтобы субсидировать можно было на полной аппликации, но и ставки плохие. Если это случится, то я думаю, что в следующем году у нас будет достаточно большая партия, как и филипф, если мы вам можем быть приятен, на более комфортном для этих условиях вполне себе это сусорный парламент. Тем не менее, для того, чтобы все это работало полноценно, а не только, скажем так, институты государства, мы, конечно, хотели бы иметь свои инструменты, которые могли бы позволить предприятиям более дешевле, более удобно заимствовать средства, привлекать на преднал, чтобы реализовывать институты. Для того, чтобы это можно было сделать, нужно какое-то структурированное в нем данное. Мы пытаемся, конечно, сами у себя. Да, у нас большой диалог, то есть с промышленностью, то есть с регионами, и с продуктовательными организациями, но тем не менее, очень много времени не выходит на то, чтобы переполировать данные, надо сказать, что могут быть банки так много, в общем, меньше 50 человек, поэтому, конечно, это не прямая функция банка, сформация вот этой обработки и структурирования, но нам приходится по факту, просто потому, что мы видим, что это будет стоимость, собственно, и необходимость, чтобы поддерживать его банки. Но при этом, очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас в стране появилась какая-то прозрачность с точки зрения экологии, чтобы для создания каких-то продуктов сильных значений действительно полезного, чтобы это приятный будет использоваться. Мы могли использовать инструменты масштабные, открытые, чтобы не было самим надежности тех данных, чтобы не было никаких разногласий, и мы могли совершенно быстро, спокойно отзывать, отзываться, переводить до рынкового инструмента. Сейчас мы это делать не можем так, как хотеть. Приходится сделать это по остаточному принципу, скупное, поэтому темпы развития в зеленом финансировании, как бы на возле это ошибочное, что мы говорим, это очень низкий. Специальных входов практически нет. Регулирование со стороны не так, а, наверное, с центральной банки, в общем, мы не ожидаем в ближайшее время, да, но это же центральной банки решать, но в случае эта динамика, которую мы будем дать последние несколько лет, она достаточно красивая со стороны всех наших и мы бы хотели стать более активным участником этой повестки и предлагать свои продукты. Для этого очень нужны данные. Поэтому, если мы сможем содействовать противоположности и о том, о том, что мы можем помочь своей экспертизой, то есть показать, какие потребности данные нужны, объяснить предприятиям, как мы можем использовать их, что они получат в итоге, после того, что данные получат, то мы, естественно, готовы с вами, с вашей гласянкой. Можно буквально коротенький вопрос. Вы говорили об экспертизе, вы используете, у вас в своих концернах только экспертизу с БИРом, или же вы предполагаете, может быть, в перспективе использовать рейтинговые методики, которые уже сейчас приняты, например, АКР, Интерфакс, я знаю, у них есть свои методики по оценке, но вот у АКР есть конкретная методика разработанная, и они уже ее выделяют у оценки зеленых облигаций, а облигаций у них есть и зеленые обязательства, более широко посмотрели на этот вопрос. Хотелось бы услышать, вы уже партитами надействуете или нет? Да, конечно, мы с этими агентствами активно общаемся, тут есть несколько подводных камней, в частности, если вы посмотрите на учебные международные литики, которые есть, в том числе всех наших наших компаний, иногда оценки, если непонятно, то очень драматически различаются, поэтому мы выбрали такую-то единую методологию, которую мы могли подставить под собственное управление риском, то есть, это пока очень сложно, мы стараемся, мы работаем, и очень много общения происходит из российских национальных и национальных населения. Спасибо. Это уже анонсировано, да, то есть, в общем-то, это, ну, как или иначе, все предприятия и с чемпионов, как мы сами думаем, потому что это раз в национальных в общем-то, что все иди, это. Спасибо.